Обслуживание набранного вами номера временно приостановлено. То есть вот так мне отвечают уже 10 дней этот номер телефона. Телефон, который оставила мать ребенка, недоступен. Про пропавшую женщину известно немного. Зовут Оксана Горшунова, сирота, родом из Мариэл, 24 года. Сначала сразу начала раздевать ребенка, помочь ей как бы. И ужаснулось то, что ребенок был в запущенном состоянии, глаза не открывались, были полностью слипшиеся, и там гной выходил, вот кашлял. Агина Алтынбаева заметила плохо одетую женщину с ребенком на трассе, пожалела и предложила ночлег. Незнакомка с радостью согласилась, однако на следующее утро пропала, оставив Агине свою шестимесячную дочь Роксану и все документы на девочку. Полторы недели Агина ждала, что женщина вернется за дочерью. Перед тем, как пропасть, она сообщила, что хочет поехать в Москву на заработки. Оставить у себя малышку Агина не может. Мать троих детей мальчиков признается, что всегда мечтала о дочери. Но анализы показали, что у подкидыша серьезное инфекционное заболевание. И теперь сердобольная челнинка опасается за здоровье своих сыновей. Чисто по-человечески вы правильно поступили, но чисто юридически вы неправильно. Получается, это не ваш ребенок во первых. Если потом что-то случилось с ребенком, вы бы отвечали. После осмотра малышку отправили в инфекционную больницу. По словам медиков, Роксану ждет длительное лечение. Агина Алтынбаева, которая успела полюбить девочку, намерена ее навещать. Поиском горе-матери ребенка занялась полиция. Юлия Шабанова, Алина Сидорова, Валентин Кулагин. Телеканал Эфир.